Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые телезрители. Мы опять в студии центра Сан-Гейтс, меня зовут Майкл Мелехов, рядом со мной Джозеф Розенберг. Экономист, финансист и мы как всегда говорим о финансах, о бюджете семьи и сегодня мы хотим поговорить о тех мифах и легендах, которые крутятся вот постоянно вокруг очень серьезного инструмента, финансового инструмента, это кредитные карточки. Джозеф, во-первых, здравствуйте. Добрый день, дорогие зрители и слушатели. Да, ну вот, что это такие за мифы, которые вокруг этих кредитных карточек, которые мы всем пользуемся? Ну, мне трудно сказать какие мифы, это я думаю вы как пользователь карточками спокойно можете мне начать сказать, говорить, что о чем, скажем, люди сидят в бане и разговаривают. Хорошо. Так вот, я вам скажу, вопрос номер один, с которым я постоянно сталкиваюсь и который я считаю, это первая палка в колеса, которой себя люди, так сказать, тормозят в свое развитие. Не должно быть много карт. Вот, слышали такое утверждение? Я слышал такое утверждение и могу даже предположительно объяснить, почему такой миф существует, поскольку вот эти все кредитные карточки, каждое обращение в кредитное бюро, точнее в финансовый институт, который в свою очередь обращается в кредитное бюро, понижает кредитный скор или кредитную историю того человека, который обращается. Миша, вы человек знающий, поэтому так уж глубоко копаете, но вы ушли глубже истины. Речь не идет о том, что у человека какая-то проблема из-за того, что он открывает карты. Много карт. Мне говорят, что много карт, а как я их буду платить? В этом главное. Но дело в том, что, логично, я прошу прощения, логично, если человек открывает в себе кредитную карточку, то он, наверное, открывает с какой-то целью, а не потому, что он хочет набрать 10, 20, 50 или 100 кредитных карточек и потом коллекционировать эти кредитные карточки. Он, наверное, с какой-то целью собирается ей пользоваться. Вы знаете, Миша, если бы у меня была возможность, как вы говорите, коллекционировать, я бы все бросил, я бы только занимался коллекционированием. Зачем? А очень просто, потому что через год коллекционирования я бы был владельцем миллионного кредита. Через два года я бы, коллекционируя это, имел бы в своем распоряжении 2 миллиона. Так почему вы это не делаете? Ну, во-первых, я это делаю. Во-вторых, просто речь идет еще о том, что когда мы говорим про много кредитных карт, люди предполагают, что когда много, меня начинают наказывать FICO score. Это абсолютно не так. Больше того, чем больше у вас кредитная линия, тем у вас выше кредит score, если это не связано с тем, что вы их перезагрузили. То есть мы уже говорили. То есть, упрощение, выше кредитная линия, имеется в виду кредитная линия какой-то конкретной карточки или суммарная кредитная линия, все карточки? Банк не… Файк, кредитное бюро не анализируют отдельную карточку. То есть, суммарно. Они не везут этот контроль вообще, это технически невозможно. Мы говорим о триллионах об обороте. Это компьютер, никакой компьютер это не потянет. Они, естественно, смотрят на ваш суммарный лимит. То есть, у меня 10 кредитных карточек, на самом деле у меня их, по-моему, больше. Ну, 10 кредитных карточек, на каждой кредитной карточке, скажем, по 10 тысяч, то это 100 тысяч, правильно? Да. То есть, чем выше моя… Это имеется в виду, что эта кредитная линия 100 тысяч у меня есть, и эта тема лучше, что это повышает мою кредитную… Ну, давайте скажем так, мы сейчас… Мы уже на эту тему говорили, но просто напомню. Значит, смотрите, ваши кондиции как покупателя, они определяются в FICA score. Так вот, эта FICA score рассчитана таким образом, она взвешивает лимит и баланс. Баланс – это то, что я истратил, лимит – это то, что у меня есть. Так вот, смотрите, если я загрузил карточку, там, скажем, на 5 тысяч долларов, и в то же время открыл новую карточку на 20 тысяч долларов, мой долг, оставаясь в абсолютной цифре той же самой, в процентном отношении упал. Понятно. А система, я же вам сказал, она не анализирует цифру, она анализирует процент. Так вот. Отсюда вытекает следующий вопрос. Тогда, опять же, соотносясь с мифами, существует мнение о том, что какую-то отдельно взятую кредитную карточку нельзя загружать больше, чем на 30%, так? Ну, мы на этот вопрос уже ответили. Нет, конечно нет. И я больше того скажу, если у вас будут какие-то свидетельства о том, что вас банк наказал за то, что вы, скажем, 10-тысячную карту загрузили не на 3 тысячи, а на 9, подходите, мы их засудим. Почему? Потому что, открыв вам карточку на 10 тысяч долларов, они подписали контракт, что вы можете пользоваться всем этим лимитом без всяких ограничений. Вопрос в другом, что кредит-бюро, которые следят за вашей деятельностью, они посмотрят, есть ли у вас всего одна карта, то на вас срабатывает вот это правило 30%. Но если у вас много, считать вот эти проценты будут от общего числа? Хорошо, практический вопрос. Я, ну, во-первых, вместе с кредитными карточками, финансовые институты, банки, они посылают нам так называемые чеки. Balance transfer check. Balance transfer check они посылают. Эти чеки я могу использовать как себе, как деньги, живые деньги. Вы можете их депозировать на ваш чек. Я могу депозировать. Ну, наверное, кто-то уже знает о том, что я как хобби, будем так говорить, работаю на бирже. Ну, и зная о том, что, ну, вот сейчас наступил такой момент, когда что-то все вот пойдет вниз, мне нужны средства, оборотные средства. Я взял, получив такой чек, депозировал на свой личный счет. Я буду платить, конечно, процент, который банк за меня возьмет. Вы будете платить 0% в течение года, иначе вам не сделали бы balance transfer check. Вопрос другой. Сейчас я задаю другой вопрос. То есть, получается, я использовал 20 тысяч, а моя кредитная линия конкретной карточки тоже 20 тысяч. Сделал ли я для себя, так сказать, медвежью услугу плохо или ничего страшного? Ну, во-первых, если вы выплатите эту карту в течение года, то ничего страшного. Вопрос в другом, что когда банк, периодически сканируя ваше состояние, будет видеть темп выплаты этого задолженности, вот здесь вы можете себе, как говорится, подставить подножку. Каким образом? Если каждый месяц вы будете платить примерно одну двенадцатую часть от лимита, не тот минимальный payment, а одну двенадцатую, система будет видеть, что вы планируете выплатить в конце года, и вы молодец. Если же такой возможности нет, то вы это можете продемонстрировать банку не за счет выплаты карт, а за счет открытия новых карт. И тогда вот этот темп мы сохраним для того, чтобы у нас не ломался кредит скор. Миша, но мы ушли от темы. Мы ушли от темы. Мы сегодня говорим про мифы. Хорошо. Первое – открывать карты. Чем больше у вас карт, тем лучше. И когда вы закрываете карту, вот в соответствии с этим гайдландсом, вы ухудшаете свою ситуацию. У вас, например, что может получиться? У вас было там, допустим, сорок тысяч и десять загружено. Значит, 25% использования. И, в общем, неплохо. А потом вы взяли и решили, мне эта карточка стоит в год там 200 долларов, не буду. Я ее закрыл. И у меня из этих 25% мгновенно превратились в 30%. И система скажет, ага, он занял дополнительные деньги. И если меня не накажут в кредит скор сразу же, файка, то оно притормозится. Понимаете? Понятно. Но есть еще такой миф, который говорит о том, что, ну, скажем, вот эти вот нулевые проценты я должен использовать максимально. И вот здесь, как говорится, зарыта собака, на которой очень многие, как говорится, спотыкаются на этой. Что происходит? Когда вам банк дает предложение на вот это нулевое финансирование, при вашем хорошем кредит скор, оно иногда уходит за год, за два, три, на три года могут дать. И человек начинает этим пользоваться. У банка конкретно вам никогда не будет никаких претензий. Никогда никаких претензий будет. Но ваш файкоскор будет падать, как только вы переступили за год. Потому что вот это специальное предложение выходит за пределы обычного регулирования. Банк хочет иметь с вами контракт не больше, чем 12 месяцев. И несмотря на то, что есть предложение в течение, скажем, 18 месяцев, полтора года, меня никто не будет трогать, я буду платить тот самый 0% и пользоваться этими кредитами, тем не менее, мой скор... Все мои клиенты имеют, так сказать, татуировку на груди. Через 10 месяцев надо выплатить лон. Другой картой, своими деньгами... Даже не длинные деньги. Объясню, почему желательно в течение 10-11 месяца. Потому что мы не знаем, с какой частотой сканируют наши рекорды. И это сделано для того, чтобы нельзя было манипулировать нашей активностью. Банк не знает, когда он рапортует в среду моей активити. Кредит-бюро не знают. Это генератор случайных сигналов выбрасывает вот эти запросы. И получается так, что я, может быть, выплатил ее через 11 месяцев 15 дней, а отрапортовали они через месяц. И вот я уже лейт. И мне бух, кредит скоро немножко. Чтобы от этого защититься, лучше сделать это заранее. Понятно. Хорошо. Следующий, скажем так, миф. У меня есть достаточно много карточек. И какие-то у меня есть любимые, которые платят мне обратно, скажем там, процент, полтора процента. А есть карточки, которыми я не пользуюсь. Я когда-то их открыл, и они у меня лежат годами. Мне каждый год или там каждые три года присылают новую карточку. Это уже экспайр, это закончил срок действия ее. Присылают новую карточку. Не ухудшается ли моя, скажем, кредитная история, если я их не использую? Значит, опять же, вот я за многие вещи люблю Америку, за то, что я здесь живу. И самое главное, одна из них, очень такой состоятельный, что мне все объяснено, обо всем этом написано. Скажите, пожалуйста, Миша, я, конечно, понимаю, что вы это не делали, как и 99,9 в периоде населения Америки. Никто не читает вот этот вот мелкий шрифт. Хотя я очень рекомендую, вы почтете там очень массу интересного. Хотя бы один раз прочтите. Так вот, когда вы это все прочтете... Не поверите, читаю. Читаю. Миша, я вас уважаю. Вот. Случайно, да. Так вот, научились. Тогда мне ответьте на вопрос. Где-то там было написано, что я обязан пользоваться этой картой? Нигде не написано. Ну, это миф. А мы сейчас говорим о мифах. И легендах. Правильно. Поэтому, если в контракте моего соглашения с банком нет этого требования, как он за это может меня наказывать? Не может. Не может. Вот мы и развеяли еще один миф. Да. Да. Поэтому вопрос, что я должен пользоваться... Вопрос другой. Мне сейчас возразят. Вот, мне закрыли карточку, потому что я ее не пользовался. Значит, сразу вам скажу. На это было только две причины. И они очевидны. Первое. Если вы долго не пользуетесь карточкой, и банк беспокоится о вас и о себе, что кто-то другой ее у вас украл и воспользуется, а потом он деньги не вернет. Он вам обычно отправляет письмо с подтверждением, чтобы убедитесь, что у вас карточка эта присутствует. Очень часто люди, не читая, выбрасывают его в джанк-мейл, и когда банк не получил ответ, чтобы вас защитить, они ее закроют. Понятно. Это первый вариант. Второй вариант – это кредитные карточки department store, магазинные. Там другая ситуация. Они за это платят достаточно большие фии. И когда вы с ними заключаете контракт, я не видел, но, может быть, это просто предполагается, что вы, если вы два года ничего там не купили, они считают, что вам эта карточка не нужна, они могут ее закрыть. Поэтому, чтобы этого избежать, я уже давно это декларирую, и на сегодня я рекомендую всем, если нас слушают, что каждые шесть месяцев воспользуйтесь карточкой. Даже, например, пиццу купите или заправьтесь. Не важно сумма, важно, чтобы вы получили билл, который активизирует эту запись в базе данных банк. Ну, действительно, ценный совет. Я им не пользовался. У меня действительно есть карточки, которые лежат, я не знаю, годами лежат эти карточки. Причем… Кстати, может быть, вы будете неприятно удивлены, что когда вы позвоните в эту карточку, которая у вас, вы говорите, давно лежит, выяснится, что она закрыта. Ну, значит, закрыта, закрыта. Ну, объясню, почему. Потому что у вас на каждой карточке есть anniversary date, то есть месяц, когда она была открыта. Понятно, да. И когда она экспарт, вам должны новую прислать. Естественно, да. Я и говорю про те, где месяц, где срок действия этой карточки еще не свипит. Если он закончился, естественно, ей пользоваться нельзя. Хорошо. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что рядом со мной сидит Джозеф Розенберг, финансист, экономист, президент клуба Common Sense Club, клуб здравого смысла. И человек, который помогает людям создать бюджет семьи и выкрутиться из каких-то неприятных ситуаций. В основном для того, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Да. И развеять в том числе мифы о том, что… Которые мешают вам этим инструментом пользоваться. Вот. Видите, как мы друг другу помогаем, так сказать… Ночные репетиции не проходят зле. И вывернули к тому, что программа-то наша уже подошла к концу. Сегмент, я бы так сказал, общей серьезной программы, которая связана с бюджетом семьи. И это очень и очень важно, потому что финансовое положение любого человека именно как-то регламентируется. И вот я хотел в заключение совсем сказать о том, что же такое ФАИКА. ФАИКА – это, скажем так, аббревиатура. Это просто суммарная кредитная история каждого человека, которая обличена в какую-то цифру. И считается, считается в Соединенных Штатах, Джозеф меня поправит, о том, что от 740 и выше – это считается хорошая кредитная история, а 800 – это великолепная кредитная история. Правильно? Да, маленькая поправка. Это нестабильная цифра, она динамична, и она зависит от активности маркета. На моей истории, прекрасной кредитной историей считалось и 620. Просто чем более жесткий трейд идет на маркете, тем выше идут требования к кастому, к покупателю. На сегодня это действительно 740, 750 и выше. Но вопрос упирается даже… А есть ли максимум? Я не знаю, я не слышал. Я слышал 820, 830? Ну, я не могу сказать. У меня есть клиенты, у которых за 800 и выше, но это уже не критично, потому что как человек ушел за 740, он уже получает полный набор бенефитов. Есть такое понятие, вот я недавно просто смотрел, и я себе открыл несколько карточек с моими специфическими целями, и я смотрел, где написано «хорошая кредитная история требуется для открытия этой карточки», а где требуется для другой карточки «экселленд» или «великолепная кредитная история». Поэтому от 760 – это «хорошая», я так полагаю, а свыше там 780 – это, наверное, «великолепная кредитная история». Значит, это все относительно. Это все миф. Нет, нет, почему? Это все относительно. Просто, когда вы входите в софтвор конкретного банка, у него свои требования. Понятно. И, допустим, в зависимости от успешности его работы, эти требования могут быть либо более жесткие, либо более либеральные. Понятно. Поэтому само понятие «прекрасный», «очень хороший» и так далее. Я могу сказать, что переступив за 740, вас может беспокоить только один момент, что добиться такого score, когда вам банк сделает вот эти balance transfer чеки, и когда вам не надо будет за это платить фи. Это тогда считайте, что вы уже достигли всех высот, больше нам от банка ожидать нечего. Он нам разрешил этот пластик обналичивать самостоятельно. Понятно. Хорошо. Благодарю вас, Джозеф, за очень интересное объяснение. Благодарю вас, дорогие наши телезрители, за то, что вы внимательнейшим образом это все, так сказать, смотрите и адаптируете к себе. И задаете нам вопросы в YouTube, в Facebook и по тем телефонам и e-mail, которые вы видите на своих экранах. Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. И спасибо за ту почту, что я начал с нашей передачи получать. Люди достаточно активно пользуются e-mail, что я рекомендую это сделать. Это не ограничено территорией. Пожалуйста. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!